В России принято встречать гостей хлебом и солью. По традиции на поднос телят скатерс, расшитый орнаментом, на который кладут круглый хлеб – каравай. На его верхушку ставят маленькую салонку. Когда приходят гости, молодая девушка выносит им каравай, чтобы те отщипнули от него кусочек, макнули в соль и съели. Отказываться от такого угощения нельзя в неуважении к хозяину дома. Почему именно хлеб? Хлеб издревле – признак богатства, изобилия, носил сакральный характер. Хлеб – это одновременное воплощение бога и дар божий. Откусывая кусок хлеба, вы получаете свою долю – судьбу. А соль же была труднодобываемым продуктом, поэтому также имела высокую ценность. Сочетание этих двух ингредиентов считалось на Руси решением всех проблем. Им отпугивали злых духов, преподносили молодоженам, чтобы те жили счастливо и в достатке. Тот, кто ел хлеб-соль, не мог причинить вреда тому, кто его ему преподнес. Ты забыл мой хлеб-соль – упрек в неблагодарности. Перед дальней дорогой или путешествием нужно обязательно посидеть на дорожке. На Руси, когда все люди верили в языческие ритуалы, считалось, что дома живет свой собственный бог – домовой, который влияет на обыденную жизнь домочадцев. Ему оставляли подношение в виде молока или хлеба, чтобы получить его благоволение. Посидеть перед дорогой – один из способов уважить домового и спросить у него разрешение на путешествие. Сейчас посидеть на дорожку нужно больше для того, чтобы собраться с мыслями, проверить, ничего ли не забыто, выключен ли свет или газ. Это нужно для того, чтобы не возвращаться домой за забытым. Ведь это тоже плохая примета, которая сулит неудачное путешествие. В советские времена, ну то в принципе и сейчас, любимым занятием садоводов и огородников являются домашние заготовки. Часто соседи хвастают с количеством закаток или закруток, которые хранят в погребе или в гараже. От пола и до самого потолка. Традиции домашних заготовок очень популярны у русских. Почему? Ну, во-первых, людям просто нравится заниматься своим огородом, сажать овощи и фрукты, потом собирать их и смотреть на результат своих трудов. Во-вторых, собственно, выращенные растения – это экологически чистый продукт. И в-третьих, на этом можно очень сильно сэкономить, особенно в период сбора урожая. Важно отметить, что эта традиция появилась именно в целях экономии. Вспоминая прошлое, особенно 90-е, когда в магазинах были пустые полки и ничего нельзя было купить, люди делали закатки и закрутки из всего, что только можно было собрать на собственном огороде. Именно отсюда берет начало эта традиция – делать большое количество закаток и закруток, а потом заставлять ими все пространство – от гаража и до балкона собственной квартиры, чтобы, если вдруг не будет денег или нечего будет купить, люди не голодали. Алкоголь – неотъемлемая часть русского застолья. И все мы хотя бы раз в жизни слышали фразу «выпить на посошок». Что это за сошок и когда его пить? Сейчас мы вам подробно и расскажем. Сама фраза берет свое начало с Древней Руси. Когда гость собирался уходить из дома, ему предлагалось выпить 10 стопок отступных. Притом выпить он должен был каждую из них в определенной последовательности. Застольное. В знак уважения к хозяевам пили застольную стопку за здоровье одним глотком. Во время язычества выпивать чашу одним духом считалось чтением молитвы с просьбой о богатстве и благополучии. Пить до дна было обязательно, чтобы не оставлять зла в стакане. Подъемное. Покидая стол, гость должен был выпить подъемную стопку. Наход ноги. Когда гость собирался отходить от стола, ему наливали наход ноги, чтобы тот не споткнулся. Запорожская. Переступая порог, гость пил запорожскую. Придворное. Выйдя во двор, гость выпивал придворную стопку. На посошок. Если у гостя дрогнула рука и он уронил стопку, пролил содержимое или не донес до рта, то его оставляли на ночлег. Стременное. Прежде чем отсветлать лошадь и поставить ногу в стреме, полагалось выпить стременную. Сидельное. За то, чтобы удержался в седле и взялся за вожжи. Приворотное. Перед тем, как выехать за пределы двора. И, наконец, за воротное стопка пилась за здоровье самого гостя. За его силу и выносливость. За то, что как его не удерживали, он сумел отправиться в путь. Если же на каком-то из этапов гость не справлялся с заданием, то его обязательно оставляли ночевать в доме. С легким паром. Сейчас это выражение говорят даже тем, кто только что принял бану. Но на самом деле в Древней Руси это выражение было связано только с банными процедурами. Второй день рождения. В древности многие болезни лечились в бане. Считалось, что баня лечит все болезни, в том числе и душевные. Предки верили в то, что парной дышится тяжело только грешникам и больным людям. Злой дух. В древности считалось, что баня управляет мифологическое существо. Банник. Если ему что-то не понравится, он может буквально задушить всех в бане тяжелым паром. Чтобы защититься от проделок банника, все желали друг другу легкого пара. Тогда банник вел себя мирно. Баня по черному. Раньше на Руси парились в банях по черному. В таких банях отсутствовал дымоход, поэтому весь дым скапливался внутри. Отчего стены и пол покрывались сажей и становились черными. В таких банях было очень легко угореть. Скапливался угарный газ, вдыхая который можно было потерять сознание. Поэтому перед подобным испытанием тяжелым парам желали, чтобы пар все-таки оказался легким. А банные процедуры прошли успешно. Как известно, русская баня самая жаркая, а поэтому самое желальное место для всех заеблых банщиков находится выше к потолку, потому что там скапливается самая большая масса тепла. Поэтому всем банщикам, чтобы они как можно быстрее достигли тепла и получали удовольствие, желали легкого пара. Это были топ-5 исконно русских традиций, которые, скорее всего, не будут понятны иностранцам. Если понравилось видео, не забудь поставить лайк и обязательно подпишись на канал. Дальше будет еще интереснее. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok